Образовательные программы КФУ доберутся до Каира уже к 2023 году. Мы уверены, что сейчас необходимо обсуждать варианты нашего сотрудничества. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, мы намерены придерживаться всех соглашений для того, чтобы повысить качество образования в России и в Египте. Сожжённое чучело масленицы не помогло призвать весну. Когда отступят мартовские морозы? Казанский федеральный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным центром тестирования при Кабинете министров Республики Узбекистан. Встреча прошла в формате видеоконференции. Участие принял временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Спрос на экспорт российского образования продолжает расти. Филиал Казанского федерального университета уже строится в Ташкенте. Какой город станет следующим? Смотрите далее. Казанский федеральный университет посетила делегация из Египта для обсуждения развития международного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для стран Ближнего Востока. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, мы намерены придерживаться всех соглашений для того, чтобы повысить качество образования в России и в Египте. Казанский федеральный университет начал сотрудничать с Египтами еще в 2015 году. Под руководством ректора Ильшата Гафурова делегация КФУ посетила Национальный исследовательский центр Каира, встретилась с президентом Египетско-Российского университета. С 2017 года ученые Казанского университета опубликовали 169 совместных статей с сотрудниками научно-образовательных центров Египта. Последний визит в Каир при участии проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева состоялся в октябре 2021 года. Вы проведете несколько дней в Казани и в набережных Челнак для того, чтобы понять, как ведется работа в Казанском федеральном университете, какие здесь созданы условия. Конечно, вы уже изучили наш сайт, документацию, но в России мы убеждены, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы сможете в буквальном смысле потрогать все своими руками, пообщаться с профессорами, студентами. Все это поможет понять специфику образования и какие мы преследуем цели в подготовке высококвалифицированных физиков, докторов и других специалистов. Мы рады быть здесь, рады посетить Казанский университет. Нас интересует ваш опыт подготовки специалистов и мы готовы к сотрудничеству. По итогам встречи стороны подписали соглашение о создании филиала КФУ в Каире. На первом этапе в 2023 году появится подготовительный факультет, факультет общей медицины, стоматологии и фармацевтики. В 2024 к ним добавятся факультеты физиотерапии и сестринского дела. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В флешмоб в поддержку вооруженных сил России состоялся в минувшие выходные. Автопробег с российскими флагами и буквой «З», ставший символом спецоперации, прошел в нескольких крупных городах России. В Казани помимо автопробега буквы «В» и «З», обозначающие восточные и западные военные округа, появились на высотных зданиях Казанского федерального университета. В середине 2021 года по решению правительства Республики Татарстан, медико-санитарной части Казанского федерального университета, были выделены финансы на проведение ремонта неврологического корпуса униклиники по адресу Чехова 1А. Работы идут поэтапно. Всех пациентов переселяют из неврологического корпуса в другие отделения. На сегодняшний день работы закончены на крыше неврологического корпуса. Работы идут поэтапно. Мы не имеем права ограничить доступность медицинской помощи для наших пациентов, поэтому приходится приспосабливаться к этому этапу нашей жизни. Поэтапно мы переселяем, поэтажно переселяем наших пациентов из неврологического корпуса в другие отделения и проводим ремонт неврологического корпуса. На сегодняшний день закончены ремонтные работы на крыше, соответственно, полностью обновлено покрытие крыши неврологического корпуса. Но стоит уточнить, что неврологический корпус – это здание 1917 года постройки. На Татарстан надвигаются аномальные холода. Уже сегодня столбик термометра упадет до минус 25 градусов по Цельсию. Какие последствия может за собой повлечь это явление? Узнаете в следующем сюжете. Конец февраля радовал казанцев по-настоящему весенней погодой. Фактическая температура воздуха в этот период достигала отметки в 2 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы. Однако на смену этой аномалии пришла другая. Практически до середины марта в республике ожидаются январские морозы. Такое понижение температуры в начале марта связано с тем, что на нашей территории сейчас происходит вторжение арктического холодного воздуха. Мы часто называем такое явление ультраполярным вторжением. Когда воздух прямиком из акватории северных морей поступает на территорию нашего материка и не успевает прогреться. Для марта, конечно, это аномалия. И в настоящее время температура среднесуточная ниже климатической нормы градусов на 7. Как подобный температурный скачок может повлиять на дальнейшие изменения в климате, сказать сложно. Однако современная наука позволяет своевременно отследить тенденции смены погодных показателей. Эксперты отмечают, что изменения в климате – нормальное явление. Дело в том, что те условия, в которых эти холода пришли на нашу территорию, они благоприятны. Так, например, снег, которого в этом году в избытке, он остается лежать на почве и тем самым сохраняет посевы от вымерзания. В то же время вот эта вот волна холода, она пришла на нашу территорию ненадолго. И уже в начале следующей недели при смене барического образования, при смене антициклона циклоном, погода вернется в климатическую норму и мы ожидаем потепления. По данным синоптиков, самые сильные морозы ожидаются 10 марта. Уже со следующей недели показатели термометров вернутся в норму. Маргарита Михайлова, Арианда Кугушева, Универньюз. В советское время психиатрия использовалась в политических целях. Она была карательная. Я начинал в это время участковым психиатром в Казани на Волкову 80. Но в этом здании нахожусь до настоящего времени. То есть даже место дислокации практически не менял. Вот, наверное, тогда я бы пожалел, потому что тогда ты был ограничен в своих воззрениях, в том, как помогать, кому помогать, кого считать больным, кого считать здоровым. Но время поменялось, и я рад, что эта профессия дает даже эмоциональную подпитку. Послушать стихотворения и полюбоваться картинами и другими творческими работами теперь вы можете на новой выставке «Творчество без границ», которая открылась 4 марта в Музее Лобачевского. О том, что еще представлено на выставке, расскажет наш корреспондент. В Музее Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Творчество без границ». Идея этой выставки пришла руководителю дирекции музея Светлане Фроловой, когда она узнала, что в КФУ работают потрясающие, талантливые люди. Первыми экспонатами выставки были сказки на татарском языке доцента Института математики и механики имени Лобачевского. И с этого и началась идея собрать творческую коллекцию. Сегодня я рада приветствовать всех участников на этой выставке. В Казанском университете работали, работают потрясающие, талантливые, творческие люди. И сегодня работа этих творческих людей представлена на нашей выставке «Творчество без границ». Вы можете увидеть вышивку, лепку, скульптуру, художественные произведения, поэтические, литературные произведения и многое другое. И я рада, что мы работаем с такими поистине творческими людьми, которые, помимо того, что они прекрасные профессионалы своего дела, жены, матери, верные друзья, находят время на создание таких творческих произведений. В выставке участвовали абсолютно все подразделения Казанского университета. Здесь представлены и фотоработы, и поэтические произведения, и даже видеозаписи песен. На выставке постарались продемонстрировать все работы, которые были в заявке на участие. На этой выставке я представляю свои стихи, и фактически, получается, хочу поделиться тем творчеством, которым я занимаюсь в студенческой скамье, и пишу стихи, начиная еще с Казанского финансового института. И хотела бы просто показать то, что находится внутри женской души. И через свои стихи показать тот мир, который, наверное, есть у каждой женщины, которая осознает наше место в современном мире. Выставка продлится с 4 марта по 9 апреля 2022 года. Посетить ее сможет любой желающий с понедельника по субботу с 9 до 18.00. Диана Жданова, Евгений Алмазов, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok